Метод Галеркина Значит, этот метод разработан, это приближенный метод для решения систем гидродинамического типа. Вот, разработан он для упрощения теоретического рассмотрения систем с очень сложным поведением. Вот, как вы уже встречались на семинарах и на лекциях, для того, чтобы написать полную систему уравнений гидродинамики, обычно она содержит много уравнений. Вот, и написать ее можно условно видим следующим образом. Какой-то оператор, содержащий частные производные по времени и по пространству, действует на вектор f, который тоже зависит от r и t, равняется нулю. При этом этот вектор f, ну, например, он может состоять из вектора скорости, плотность, температуру содержать и прочие параметры, которые в данной конкретной задаче являются существенными. Они все зависят от r и t, вот, и должны удовлетворять какой-то системе дифференциальных уравнений, которые содержат уравнение теплопереноса, уравнение непрерывности, уравнение эйлера и так далее. Значит, за исключением редких случаев, когда удается найти конкретное аналитическое решение этой системы, во всех остальных случаях требуется численное решение этой системы, оно так просто аналитически не находится. Или нужно придумывать какие-то упрощения. Даже в том случае, если это численное решение, то это все равно упрощение, потому что вот эта система в частных производных для непрерывной среды, а если вы ее транслируете, каким-то образом превращаете в задачу решаемую с помощью численных методов, то это уже получается не непрерывная среда, а дискретная, потому что обязательно вносится какая-то дискретизация, по-другому численные методы не работают. Ну вот, метод Галеркина, это тоже метод дискретизации, который ориентирован специально на гидродинамические среды, в которых возбуждается малое число степеней свободы. То есть, на самом деле, вот эти вот вектора непрерывные по R, значит, в таком векторном поле, на самом деле, бесконечно много степеней свободы. И любая дискретизация ограничивает количество этих степеней свободы. Вот если вы берете счетную сетку 100 на 100, то у вас вот фактически получается вот этих степеней свободы 10 тысяч, да, 10 тысяч точек. А в реальной системе, в реальной жидкости их там гораздо больше. Ну, если система вязкая, вот как, например, вы сталкивались на семинаре с задачей конвекции, то в реальности там может возбуждаться какая-то вот совершенно конкретная мода конвекции, а все остальные подавлены. Значит, это характерно для задач, в которых большую роль играет вязкость. Значит, вязкость приводит к тому, что в ряде задач фазовый объем системы стягивается к нулю. То есть, если вы берете различные начальные условия в какой-то области фазового пространства и дальше рассматриваете эволюцию системы, начиная с вот каждого типа этих начальных условий, то в конечном итоге оказывается, что траектория системы будет одна и та же. То есть, вот они примерно стягиваются в одно и то же, ну, в какой-то очень маленький объемчик все эти, вот исходный большой фазовый объем начальных условий в результате превращается в малое множество, да. Это вот и говорит о том, что реально возбуждается малое число степеней свободы. Важно только понять, как эти степени свободы выглядят, которые возбуждаются. Вот об этом и есть как раз тот самый метод Галеркина. Значит, идеологически он похож на метод Фурье. Давайте скажем, что мы будем искать F в виде разложения в сумму по амплитудам, зависящим от времени, умножить на набор стандартных векторов, векторов, зависящих от пространства. То есть, вот это просто разложение по каким-то собственным функциям. Причем, Ф и Т удовлетворяет граничным условиям. Ну вот, в частности, очень часто используемый случай, когда можно взять просто здесь набор синусов-косинусов, соответствующих данным граничным условиям задачи. Но иногда синусы-косинусы не подходят. И тогда надо, значит, можно брать любые другие функции, какие-то ортогональные многочлены полинома, или же там функции с экспонентами. В общем, какие вам нравятся по какой-то причине. Для разных задач вот набор функций Ф и Т может быть оптимизирован. Для чего? Для того, чтобы вот этот вот ряд, который, в принципе, должен идти до бесконечности, чтобы его можно было оборвать на минимальном значении n. Нужна оптимизация. Надо найти такой опор, чтобы n было минимальным. Для каждой задачи эта оптимизация, конечно, решается своим образом, производится своим образом. В частности, очень удобным является вариант, когда в этой системе есть линейная неустойчивость, нам надо описывать ее вблизи порога линейной неустойчивости, и тогда в качестве набора Ф и Т можно взять собственные функции линейной задачи. Значит, наша задача состоит... Вот задача метода Галеркина состоит в дискретизации вот этой непрерывной системы. Значит, как эта дискретизация производится? Надо подставить сюда вот это вот разложение в ряд. От этого, значит, уравнения те части оператора, которые действуют по времени, будут действовать только на набор А и Т, а те, которые действуют по пространству, будут действовать на функции Ф и Т. Значит, и нам надо бы от зависимости от R избавиться. Ну и делается это аналогично тому, как все делается, значит, в методе Фурье. То есть мы берем, подставляем это сюда, умножаем на одну из функций этого набора и интегрируем по всему объему пространства. То есть можно написать такое вот уравнение. Значит, ФКТ от R умножить на G на сумму по всем И А и Т от Т Ф и Т от R Потом при желании можно умножить на произвольную функцию, которую выбирают, исходя из требований ортогональности вот этих функций набора ФКТ так, чтобы в каждом из уравнений получающихся было завязано поменьше коэффициентов АИТ их. То есть это тоже вопрос оптимизации. Но так или иначе, если я напишу уравнение вот в таком виде, то есть вот эта функция более-менее произвольная, вот эти наборы тоже произвольные. А результат будет N уравнений для N неизвестных. Вот это вот К, это 1 и так далее до N. Правильно? N это вот этот набор. У нас есть N неизвестных АИТ от Т, и в результате мы получим N обыкновенных дифференциальных уравнений для АИТ от Т, потому что каждое из вот этих уравнений по R уже проинтегрировано, следовательно, никакой зависимости от R нет. То есть мы таким образом свели уравнение для бесконечного числа степеней свободы к системе и с конечной степеней свободы, а именно N степеней свободы. Чему это N равно? Зависит от каждой конкретной задачи достаточность этого самого N. Вернемся к тому, чем вы занимались на семинарах, а именно задачей конвекции в плоском слое несжимаемой жидкости в поле тяжести. Если у нас есть две гладкие границы с температурами Т2, Т1, то между ними может возникнуть валиковая конвекция, устроенная вот таким образом. И именно вот таким методом Галеркина на семинарах была получена система уравнений Лоренса, которая выглядела следующим образом. Вот для конкретной задачи гидродинамики конвекции вязкой жидкости. Значит, в этом случае N было равно 3. То есть выбрали N равное 3. Почему так мало достаточно оказалось? Потому что мы хорошо подобрали начальные вот этот вот набор функций FITECH, о которых я поговорю. Почему он хорошо подходит для конкретной задачи? Это вопрос отдельного физического рассмотрения. Итак, система получилась такая. Значит, X с точкой. Ну, у некоторых могли быть другие обозначения на семинарах, но про обозначение я сейчас скажу. X с точкой равняется сигма минус сигма на X минус Y. Y с точкой равняется минус X Z плюс R X минус Y Z с точкой равняется XY минус BZ. FITECH Ну, вот в этом конкретном значит, вот эта система уравнений называется уравнениями Лоренса. Значит, это Лоренс не тот, который преобразование Лоренса придумал в теории относительности, а другой. Но, тем не менее, тоже довольно знаменитый. И вот эта вот система уравнений, она играет очень большую роль, можно сказать, фундаментальную роль, значит, в понимании того, как происходит переход от регулярного поведения в динамических системах к хаотическому. В этой системе впервые было обнаружено явление, которое называется странный аттрактор, и получена, значит, вот связь между динамическими системами и фракталами и тому подобные вещи. Поэтому мы ее будем рассматривать еще и в следующем параграфе. Но сейчас я вам скажу, значит, что это за х, у и z. Значит, х это скорость вращения вот в каждой вот такой конвективной ячейке у модуляция температуры, которая вот здесь вот больше, здесь меньше, то есть модуляция температуры по горизонтальному направлению из-за наличия конвективных ячеек, а z тоже модуляция температуры по высоте. то есть если без конвекции у нас по высоте температуры выглядит как-то вот так, от температуры T2 до T1 снижается на размере этого слоя, то в результате конвекции профиль температуры внутри будет выполаживаться каким-то вот таким образом, и z это как раз амплитуда, отвечающая за выполаживание профиля температуры по z. Значит, параметры в этой системе, вот если говорить о конкретном конкретном вот этом конвективном слое, то сигма это число прантля, то есть отношение вязкости к теплопроводности, значит, r это отношение числа релея к критическому числу релея, который соответствует линейному порогу конвективной неустойчивости, а b это геометрический параметр, который характеризует отношение ширины к высоте конвективной ячейки, и, значит, на семинарах было получено, что там это отношение равно корень из двух, ну и, соответственно, вот это b в этом конкретном случае, оно равно 8 третьих. Так, значит, это вот как система Лоренца получалась на семинарах. Однако, значит, значение этой системы выходит несколько за рамки того, что было за рамки вот этой конкретной задачи о конвекции в плоском слое. Более того, она даже не очень хорошо описывает эту конвекцию в плоском слое, потому что на самом деле использование вот конкретных собственных функций и дискретизация по трем функциям пространственным работает только, хорошо работает только вблизи порога, вблизи r маленькая порядка единицы для плоского слоя. Однако есть задачи, в которых оно работает и до больших значений, а система уравнений получается такая же. Кроме плоского слоя можно придумать вот, например, такую задачу. Взять кольцо из трубочки наполненной жидкостью, которая может тоже испытывать конвективное движение, снизу ее подогревать свечкой, а сверху охлаждать чем-нибудь. Для такой задачи система Лоренса тоже воспроизводится, то есть это тоже вязкая жидкость, но в трубочке, не конвективная ячейка в слое, а в трубочке. Тоже получится такая же система с такой же интерпретацией переменных, но она будет годиться до гораздо более высоких значений r. В частности, потому, что число B будет какое-то другое, которое задано формой вот этой трубочки, но зато оно не сможет меняться. В плоском слое размер ячейки в принципе ничем не фиксирован, особенно, если он длинный, нет боковых стенок, а здесь она все задана, и поэтому описание такой системы становится более адекватным. но более того, сколько система дискретна, то она на самом деле и к некоторым дискретным задачам тоже имеет отношение не к гидродинамическим. Но вот одна из них, например, такая, если взять водяное колесо, вот такое, значит, с лопатками, сверху поставить кран с водой и лить сюда воду. Вот. То оказывается, что такая вот система тоже, где x будет скорость вращения колеса, ну и так далее, вот, тоже будет описываться системой типа Лоренса. Вот. И совсем уж не похожая задача тоже приводит к системе Лоренса. Это задача об одномодовом лазере. Нарисовать я ее не могу, но там интерпретация такая, что x это амплитуда излучения активной среды, y это поляризация, а z это, значит, ну, степень возбуждения среды. Тоже получается такая же задача. значит, она состоит из трех уравнений первого порядка нелинейных и следующий параграф собственно вот будет посвящен анализу этой системы, он называется система уравнений Лоренса и динамический хаос. Значит, уже из трех нелинейных уравнений, с тремя системой из трех нелинейных уравнений первого порядка обыкновенных дифференциальных мы уже сталкивались, это были уравнения Бломбергена. Вот если бы здесь у нас не было вот этого вот всего линейных слагаемых, да, а было бы просто z с точкой равняется xy, y с точкой равняется минус xz, а x с точкой равняется минус yz. Вот получилась бы система уравнений Бломбергена. У нее поведение абсолютно другое, чем у этой системы Лоренца. Почему? Потому что система уравнений Бломбергена была построена для задачи с говинтоновыми законами сохранения. Для тех, той системы уравнений Бломбергена были три закона сохранения, то есть она была полностью интегрируема, и можно было полностью нарисовать ее траекторию в фазовом пространстве, даже, по сути дела, не решая, не используя никакой компьютер. И произошло это именно в силу наличия законов сохранения. А здесь вот эти все системы, они диссипативные, с протоком энергии, и это их принципиально отличает от систем сохраняющейся энергии. Вот посмотрите, с одной стороны греют, с другой стороны охлаждают, то есть все время имеется проток энергии сквозь эту систему. Она в принципе не является замкнутой. и поэтому ее поведение очень сильно отличается. То есть здесь вот эти линейные слагаемые, они содержат два эффекта. Они содержат эффект линейной неустойчивости, то есть из-за их наличия в систему поступает энергия из внешнего источника, а с другой стороны они содержат и вязкость. потому что из-за наличия этой вязкости в системе энергия может также поглощаться. Понятно, да? Вот. Ну и для анализа решения этой системы давайте я лучше сотру попробуем нарисовать фазовое пространство тоже этой системы. Оно будет иметь три координата x, y, z, потому что у нас три уравнения первого порядка. Иногда такие системы называются системами с полутора степенями свободы, потому что должно быть две координаты фазового пространства на одну степень свободы, а тут три координаты фазового пространства, поэтому как бы полторы степени свободы. Оказывается, это минимальный набор, который необходим для того, чтобы получить хаотическое поведение. Так, вертикальную ось обзовем. назовем осью Z большое, вот этот пусть будет x, а y тогда будет вот туда. при малых r, разберем случай, r меньше единицы. это означает, что число релея меньше критического для этой задачи с конвекцией и линейной неустойчивости в задаче нет. Тем не менее, можно найти стационарную точку, то есть анализ можно производить с поиска стационарных точек. Что это за точки такие? Точки, в которые если я помещу свою систему, то она там и останется. Значит, x с точкой y, с этой точкой должны равняться нулю. То есть мы должны решить систему, правая часть этих уравнений равна нулю. Вот из первого уравнения следует, что x равно y. Из второго уравнения, если я сюда вместо y подставлю x, то сразу у меня получится x умножить на r минус 1 минус z равняется нулю. Из третьего уравнения получится x квадрат и равняется bz. Так, если r меньше единицы, то вот из этого второго уравнения следует, что z равняется r минус 1 меньше нуля. Или же оно равно нулю. Вот, значит, чтобы вот эта скобка обратилась в ноль, нужно, чтобы z было меньше нуля. Смотрим сюда, видим, что при положительном b и отрицательном z у нас получается комплексный x, то есть таких решений нет. Следовательно, единственное решение выглядит так, x равняется y равняется нулю, то есть все нули. Значит, здесь ноль, здесь ноль, здесь ноль, и здесь тоже по нулям подходит. Значит, эта особая точка соответствует просто, естественно, равновесию, когда никакого вращения нет вообще. И она стационарная. Более того, она устойчивая. Это означает, что если я нарисую фазовый поток, вот, скажем, я начал свое начальное состояние поместил сюда, направление движения будет к нулю, значит, к этой особой точке. То же самое по любому другому направлению. вот. Единственное только, что вот в этой... Они будут не совсем прямыми, да, тут будет в соответствии с теорией обыкновенных дифференциальных равнений будет два направления, по которым стягивание происходит по прямым, вот, но стягивание происходит с разной скоростью, поэтому, значит, между ними там будут немножко искривленные какие-то вот такие траектории, но они все будут кончаться там в этом нуле. То есть, если мы вначале при р меньшем единице создали конвективную ячейку, она затухнет и жидкость остановится. Вот, собственно, что говорит вот этот вот несколько сумбурный рисунок. И довольно это понятно и очевидно. А вот если r становится больше единицы, то ситуация меняется. Вот эта точка все равно остается. Она всегда есть. но появляется две других, которые соответствуют z равное r минус 1, x равно y равно плюс-минус корень из b на r минус 1. Плюс-минус это значит есть еще две дополнительные особые точки. стационарные стационарные точки. Так. Я сотру эту картину мира. Попробую нарисовать новую. Значит, при этом, как я уже говорил, r маленькая равна единице, это порог линейной неустойчивости вот этого как раз равновесия. Это означает, что если раньше стягивание траектории в эту точку было по всем направлениям, то теперь появляется одно направление, по которому вместо стягивания будет разбегание траектории. То есть вот здесь по-прежнему происходит стягивание, а вот здесь разбегание. Значит, по какой-то там дополнительному направлению тоже стягивание. Значит, теперь можем нарисовать в плоскости x, y траектории будут выглядеть вот так. Это будет гиперболическая особая точка. в плоскости x, y. Но у нас объемная задача. И кроме того, мы должны нарисовать еще и вот эти дополнительные особые точки. Они будут находиться в плоскости x равно y вертикальной. Ну, пусть где-то вот здесь и вот здесь несимметричные. и устроены они таким образом, что траектории на них наматываются. То есть, это притягивающие особые точки, но опять же не всегда, а только в некотором диапазоне. 2а и 2b. Оказывается, нужно рассматривать случаи разные. если r меньше чем r1, который равняется 24,06. Ну, там какие-то еще знаки после запятой. r меньше чем r1 r2 ой, неправильно. Значит, вот здесь вот, прошу прощения, здесь надо написать больше единица, а здесь тоже надо написать, что да, так, значит, второй вариант от r1 до r2, который равняется 24,074 и 2b, 2c r больше r2. Значит, вот этот вот случай 2а, он вот примерно такой, как нарисован здесь на доске. Где бы мы не начали нашу траекторию, она притянется, скажем, к этой особой точке, вылетит из нее вдоль выталкивающего направления и намотается и придет в конечном итоге в одну из этих двух устойчивых особых точек, которые соответствуют вот такой вот стационарной валиковой конвекции. то есть вот эти точки это стационарная валиковая конвекция. То есть вначале, если мы стартуем вот отсюда из просто из стационарной жидкости, то тут у нас будет экспоненциальная неустойчивость, которая завершится некоторыми колебаниями ну и устаканится в виде такой вот конвекции. это 2А. Значит, случай 2Б я расскажу после того, как расскажу случай 2С, потому что он самый сложный. А случай 2С выглядит так. Вот эти точки, которые соответствуют стационарной валиковой конвекции, тоже становятся неустойчивыми. на них по-прежнему все вот так наматывается, но тут же есть еще одна координата поперечная. И вдоль этой координаты изображающая точка может вылететь оттуда. И она уже никогда туда точно не попадет. То есть вот в случае 2С это все особые стационарные точки являются неустойчивыми. и это очень странный и интересный результат. Дело вот в чем. Что, как я уже сказал, значит, в этой системе есть диссипация и фазовый объем у капли уменьшается. То есть если мы взяли начальные условия в каком-то объеме позволили эволюционировать системе из каждой такой начальной точки то через время Δt объем занимаемый начальными условиями окажется меньше, чем он был. Ну и легко доказать, что он стационарно уменьшается в любом случае, потому что тут есть вязкость в этой системе. Значит, получается, что с одной стороны у нас фазовый объем занимаемый начальной каплей уменьшается. Уменьшение фазового объема. Значит, вторая вещь, которую можно доказать, это что если я в этом фазовом объеме возьму две близкие капельки, две близкие точки, то расстояние между этими близкими точками, точками, которые были близки изначально, начнет экспоненциально возрастать. Это называется экспоненциальное разбегание траектории. Значит, с одной стороны вот этот объемчик схлопывается, а с другой стороны он должен растягиваться, причем может быть не по одному направлению, а по многим. Потому что иначе я в нем эти близкие точки не смогу растащить, правильно? Если они экспоненциально друг от друга удаляются, значит, что он становится в виде длинной такой нитки какой-то. Попадая вот в эту систему, он тут с одной стороны уменьшается, с другой стороны растягивается, уменьшается по объему и растягивается, превращается в тонкую нитку. Вот. И, значит, вот это экспоненциальное разбегание траекторий делает задачу неустойчивой по начальным условиям и совершенно непригодной, ну, не то, что совершенно непригодной, очень трудной для численного исследования. Ну, потому что невозможно воспроизвести, значит, траекторию даже с малыми численными ошибками. Вот вы немножко ошиблись и уже попали на другую траекторию. Вот, то есть задача становится некорректной, численная неустойчивость по начальным данным. Значит, эта неустойчивость по начальным данным тесно связана с появлением необратимости. То есть, вот вообще говоря, вот такие вот системы в принципе должны описывать обратимые процессы, потому что, ну, заменил я t на минус t и решил, и все. Значит, задача должна быть обратимой. Однако, она оказывается математически некорректной. Это означает, что, ну, вот, вы из какой-то точки начали и в какую-то точку пришли, да, но при этом вы забыли про влияние Луны или там трепыхание крыльев в бабочке. Вот, и поэтому, значит, если вы попытаетесь обратно попасть в ту же точку путем обращения знака времени, вот, вы уже не попадете, потому что, на самом деле, вот это вот влияние Луны, оно экспоненциально возрастает, из-за разбегания траектории, и вы уже не попадаете туда, откуда начали. То есть, система забывает начальные условия, значит, даже несмотря на то, что она вполне дискретная и состоит, вот, у нее всего полтора, так сказать, полторы степени свободы, всего три, значит, обыкновенных дифференциальных уравнений. Ну вот, в таком вот смысле необратимость, в смысле численно нельзя вернуться в ту же точку даже, да, потому что численные ошибки вам это запретят. Ну ладно, значит, еще в дифференциальных уравнениях имеется понятие аттрактора. Вот, скажем, притягивающая стационарная точка является аттрактором, потому что все траектории к ней сходятся и, значит, и там оканчиваются. Бывает аттрактор в виде предельного цикла. Вот, в этой нашей задаче, значит, сначала у нас была одна точка аттрактор, потом стало две точки аттрактор, а вот в этом вот случае 2С все точки перестали быть аттракторами, потому что от них вдоль одного из направлений траектории отталкиваются. Однако, аттрактор все равно должен быть, потому что траектория остается в конечном объеме, но ясно, что с бесконечной скоростью там вращаться ничего не будет в этой конвекции. Вот, с другой стороны фазовый объем уменьшается, и, как я уже говорил, вот эти вот капли превращаются в рот нитей, и сам аттрактор, который в этой задаче действительно имеется, он похож на клубок спутанных ниток. С одной стороны, он занимает конечный объем, ну, то есть он находится в каком-то конечном объеме пространства, и его так вот заполняет, но так же, как в клубке ниток, если вы туда в произвольное место засунули зонт, то окажется, что он между ниток, да, то есть нитки занимают отнюдь не весь объем клубка, а более того, объем этого самого аттрактора, вот нитки бесконечно тонкие, и в результате получается, что он занимает нулевой объем, да, несмотря на то, что вот он клубится в какой-то части пространства, да, но объем самого этого аттрактора нулевой, значит, и математическая размерность вот этого множества, которое является аттрактором, она, значит, с одной стороны больше, чем просто у линии, но меньше, чем у даже поверхности, значит, он где-то между единицей и двойкой, и поэтому он называется странным, да, вот этот аттрактор, он странный, так его и назвали, странный аттрактор фрактальной размерности, значит, движение системы выглядит примерно так, что вот она повращалась вокруг одной точки, выскочила оттуда, повращалась вокруг другой, выскочила, повращалась там, и так вот перескоки туда-сюда, ну и, в принципе, от времени это выглядит примерно таким образом, что если я, скажем, начну Z от времени откладывать, то окажется, что вот он где-то в одном месте прыгает, потом перескакивает в другое место, и так далее, причем эти перескоки происходят через нерегулярные интервалы, хорошо, а что же, что касается вот интервала 2b между 24.06 и 24.74, с одной стороны, эти точки являются по-прежнему притягивающими, можно по-прежнему за ним ну давайте, давайте, так, вот, а с другой стороны хаотическое вот такое поведение уже присутствует, но не для всех начальных условий, то есть, если мы сядем где-то поблизости от этих особых точек, то у нас есть хорошая вероятность, что все придет к регулярному вращению, регулярной валиковой конвекции, а если мы в какой-то другой точке начнем, то можем попасть вот в такой режим, причем у нас нет никакой гарантии, что, скажем, 2000 раз перескочив случайным каким-то квазислучайным образом, в конце концов, мы не закончим свое движение опять же регулярной конвекцией, то есть, оно с одной стороны, поведение системы будет очень похоже на хаотическое, но у нас нет гарантии, в зависимости от начальных условий, некоторые траектории все равно кончаются на стационарной точке, такое поведение называется метастабильным хаосом, то есть, не просто вот это хаотическое поведение вот здесь вот, а вот это метастабильный хаос. Перерыв пять минут. Сценарий Ландау-Хопфа или гипотеза заключается в следующем. Предположим, что у нас имеется стационарная среда, в этой среде имеется механизм диссипации энергии, например, вязкость, но также есть какой-то параметр, который контролирует как раз переход к этой турбулентности, например, градиент температуры или скорость мешалки какой-то, струи. и в результате развития линейной неустойчивости возникает или стационарная конвекция с частотой омега-1 или какие-то пульсации. Получается предельный цикл с частотой омега-1. то есть вот эта стрелочка означает увеличиваем там параметр градиент температуры, например. Дальше продолжаем увеличивать этот градиент температуры и становится неустойчивым следующая мода. Вот тут у нас в валиковой конвекции, когда линейную задачу решали, мы нашли порог неустойчивости, значит, какая-то мода или собственная функция стала неустойчивой. Значит, если мы увеличим дальше градиент температуры, то неустойчивыми могут стать следующие моды колебаний, которые имеют какую-то свою собственную другую частоту омега-2. Ну и так далее. И когда этих частот становится очень много, значит, n начинает стремиться к бесконечности при параметре r, стремящемся к турбулентному состоянию. То есть на границе турбулентности набор частот характеризующих систему становятся бесконечными. Это называется сценарий Ландау-Хопфа последовательное возбуждение степеней свободы. Первая степень свободы имеет частоту омега-1, вторая омега-2 и так далее. Ну и в конце концов их становится бесконечно. Если система описывает сплошную среду, там бесконечное число степеней свободы, поэтому это происходит вполне регулярным образом, может происходить, даже при конечном значении параметра. Характерной особенностью этого сценария является то, что на протяжении всего этого перехода от первой границы линейной неустойчивости до турбулентности спектр колебаний остается дискретным. Оказывается, что это означает, что на всей промежутке все у нас обратимо, нет неустойчивости по начальным данным, то есть этот сценарий довольно сильно отличается от того, что было в системе Лоренса. и к настоящему времени оказалось, что практически почти никогда этот сценарий перехода к турбулентности реально не наблюдается, за исключением некоторых искусственных систем. Вот одна из таких систем очень известна, называется стандартное отображение, оно вообще, так сказать, не гидродинамическое, но тоже имеет смысл значит дискретной системы, к которой можно свести целый ряд динамических задач. Значит, это вот стандартное изображение, отображение выглядит следующим образом. Значит, вот это рекуррентная формула xn плюс первая равняется r умножить на xn на единица минус xn значит, можно нарисовать такую картинку, вот сюда я буду xn писать при n много больше единицы. Оказывается, что если сюда буду вот этот r откладывать, здесь где-то тройка. Значит, 3 оказывается является пороговым значением, значит, если r меньше трех, то xn стягивается к какому-то значению, там, порядка единицы. Если мы начали откуда-то с какого-то другого значения, xn, увеличиваем это n, то попадаем примерно впадаем на одно и то же значение, которое немножко зависит от r. Но после тройки происходит следующее. Значит, эта кривая расщепляется на 2 и последовательность начинает прыгать между ними. То есть четное здесь, нечетное здесь или наоборот. То есть в пределе n, стремящемся к бесконечности, мы получаем периодическую функцию с частотой, так сказать, ну тут частота всегда единица, но тем не менее, значит, вот с каким-то периодом сюда-сюда скачем. Значит, доходим до следующего порога и каждое из этих значений расщепляется. Ну и такие вот расщепления происходят при последующих значениях r. то есть из периода с единицей теперь у нас период стал четверка, да, ну и так далее. Удвоение, учетверение там этих периодов происходит. Вот, ну и в конце концов при каком-то конкретном значении тут все становится уже полный хаос. Значит, конкретное значение 3,57, что ли, в общем, такое. Вот, то есть полный хаос это значит, что даже вот в этом рекуррентном соотношении тоже происходит такая вот стахостизация результата, да, оттрактор перестает быть конкретным числом, а становится каким-то фрактальным объектом. Ну, вот это вот значит, пример, что вот в конкретном вот этом вот отображении похоже, что реализуется вот такой вот сценарий. Значит, но в большинстве случаев оказывается реализуется сценарий, похожий на сценарий Лоренса, да, о котором мы говорили раньше. Сразу сплошной спектр разбегание траектории. А вот в этом метастабильном случае даже более того, вот видите, при изменении R мы сперва попадаем в метастабильный случай. это означает, что переход в случайное состояние, ну вот в хаотическое поведение или нет зависит от начальных условий. Еще к тому же, да? Такая вот хитрая, хитрый переход к турбулентности. То есть получается так, что если мы совсем близко к этому значению R1, то только очень малое количество начальных условий приводит к хаотическому поведению, а все остальные к регулярному. Увеличиваем значение R, значит, количество вот этих вот начальных данных, в результате которых поведение похоже на турбулентное, увеличивается. и постепенно приходим к состоянию, когда все начальные данные приводят к хаотическому поведению. Ну вот, есть еще один сценарий, который на самом деле является подмножеством вот этого Ландау-Хопфа. Это сценарий удвоения периода. Ну, значит, выглядит он примерно так. То есть, это вариант этого Ландау-Хопфа. Значит, если у нас имеется какая-то особая точка была стационарная, она стала неустойчива, превратилась в предельный цикл. Значит, это соответствует частоте омега-1. Потом, значит, этот предельный цикл сам стал неустойчивый, но в какой-то, в каком-то другом направлении. в результате он теперь выглядит вот так. То есть, дважды оборачиваясь, попадает в ту же самую точку. Значит, в результате получается, что здесь период был Т, а здесь он примерно 2Т. Значит, в дальнейшем вот этот цикл снова становится неустойчивым в какой-то третью сторону, возбуждается совсем немножко, но замыкание в результате происходит за большее число оборотов. Да? Тут я даже нарисовал их слишком мало. Для удвоения значит, надо 4, да? Значит, Т, 2Т, 4Т и так далее. То есть, вот этот вот набор, он не просто возбуждение следующих степеней свободы, а он приводит к тому, что притягивающее множество является по-прежнему предельным циклом, но движение по этому предельному циклу удваивает период. Ясно, что если период стремится к бесконечности, то это означает, что у нас движение не повторяется. Правильно? То есть, движение с бесконечным периодом это как раз хаотическое движение, потому что оно никогда не вернется в ту же самую точку, с которой началось. Так. Следующий параграф называется «Развитая турбулентность спектр Калмогорова-Обухова». Если среда стартовала с линейной неустойчивости, с ламинарного состояния, через вот эти сценарии перехода к турбулентности, переходим к сложному хаотическому поведению, ну и по сути дела у нас очень мало инструментов, чтобы такое поведение описывать тематически. оказывается, что в пределе, когда мы ушли далеко за порог возбуждения турбулентности, турбулентность приобретает некоторые черты, которые можно описывать с помощью статистики. Вот. То есть можно воспользоваться вот этим вот тем, что мы далеко за порог ушли. то есть развитая турбулентность это значит далеко за порогом. Крылмогоров-Обухов рассматривали значит самое простейшее уравнение уравнение на въезд токса, который содержит вязкость и движение жидкости. Жидкость можно считать несжимаемой и тогда написать для нее уравнение, которое мы уже писали, уравнение для завихренности. Это уравнение для завихренности выглядит, несжимаемой жидкости выглядит так. DW ПДТ равняется W град В W это завихренность В это скорость завихренность это ротор скорости Ню Лапласиан W Ню это значит динамическая кинематическая вязкость значит в идеальной жидкости есть только вот эти два слагаемых а уравнение на въезд токс вязкость описывает вот этот дополнительный последний слагаемый значит это систему можно перевести к системе без размерных коэффициентов путем значит рассмотрения нормировки на самый большой размер или это размер граничных условий и у это тоже характерная скорость на размере L значит это самый большой размер если мы нормируем значит L время время на характерное время Tau которое L поделить на U то есть за время перетекания жидкости с одного конца граничных условий на другое скорость на U размеры на L то то уравнение уравнение на уравнение для завихренности получится таким W по DT фактически фактически все то же самое для безразмеренных величин но вместо вязкости будет число рейнольца для число рейнольца это U L поделить на ню значит развитая турбулентность для вот этой вот задачи соответствует пределу когда число рейнольца много больше единицы то есть что это может быть за турбулентность ну это например мы взяли миксер с размером мешалки L большое ставили в кастрюлю сравнимого размера включили его он вращает лопатки с какой-то частотой которая соответствует скорости U а жидкость которая в кастрюле не вязкая то есть это не тесто не кисель а это именно вода кастрюлю такого примерно размера и тогда там все будет бурлить и пенится да вот что как раз и будет соответствовать вот этому самому турбулентному состоянию далеко за границей какой какой бы то ни было линейной устойчивости то есть это будет как раз развитая турбулентность да значит давайте проанализируем как может развиваться могут развиваться события если вот число рейнольца много больше единицы значит в этой среде будут возникать какие-то вихри которые будут взаимодействовать друг с другом при этом если у нас вихри размера соответствуют размеру кастрюли вязкостью для них можно пренебречь полностью потому что это число рейнольца очень большое и вот эта добавка очень маленькая это означает что для вихрей большого размера у нас система практически идеальна с сохранением энергии и все что там может происходить это процессы нелинейные процессы взаимодействия вихрей которые можно описать в рамках идеальной гидродинамики однако если но эти процессы включают в том числе следующие которые приводят к уменьшению размера вихрей если мы создаем один большой вихрь каким-то нерегулярным образом то он будет превращаться во все более генерировать все более мелкие и мелкие и мелкие дело вот в чем предположим что у нас есть два вихря конечных размеров находящихся поблизости друг от друга и посмотрим как вот это поле скоростей от вихря один действует на вихрь два дело в том что как мы проходили скорость от этого вихря падает правильно угловая скорость падает еще быстрее по направлению от центра поэтому получится что угловая скорость переноса вот этой части жидкости больше чем вот у этой это означает что поворот в таком поле сковоростей вихря конечного размера приведет к тому что он станет вот таким вот эта часть у него уйдет вперед даже не таким вот таким перестанет быть круглым условно вот это условно прошло время дельта т при котором мы рассматриваем только эволюцию второго вихря эта часть уехала на большой угол а это внешняя часть на маленький значит вот такой вот вытянутый эллипсоидальный вихрь он является неустойчивым он распадется на два два вихря меньшего размера ну то есть фактически если я дальше начну его тянуть то эта часть у него оторвется а задняя так сказать от задней получится два вихря меньшего размера значит второй вариант такой что вот эти два вихря тут есть такие а мимо них идет вихревая линия вот такая значит в перпендикулярном направлении да у этих вихревая линия перпендикулярно доски а это в плоскости доски значит тут у меня ну ладно еще третий этап должен дорисовать вот вот в этом месте у нас течение направлено сюда и сюда то есть вихревая линия растягивается если вихревая линия растягивается то вихрьки которые на нее насажены сжимаются в размерах вот ну то есть это тоже как бы перекачка энергии из большого размера из вихрей большого размера в вихри маленького размера то есть я вам вот эти примеры показывают что такие механизмы есть ну и они экспериментально действительно тоже есть не только на доске вот то есть если мы создаем вихри большого размера то они становятся ну превращаются в маленькие не означает что они исчезают потому что у нас этот миксер то работает правильно он большой генерирует все время непрерывно поддерживает но в результате нелинейного взаимодействия энергия этого миксера передается большому вихрю а из большого вихря мелким и из этого вихря мелкого еще более мелким и так далее до тех пор пока мы не сможем мы не дойдем до такого размера когда мы уже не сможем игнорировать вот этот вот вязкий член действительно смотрите вот этот вот число рейнольца для всего течения это у л поделить на ню но если я возьму скажу что у меня скорость вращения вихарька самого маленького у лямбда размер лямбда и поделю его на ню то это будет число рейнольца для этого самого вихарька размера лямбда правильно то есть то же самое уравнение для вихарька размера лямбда будет иметь здесь другой коэффициент и если этот коэффициент окажется порядка единицы то это будет означать что вот это уравнение похоже на уравнение теплопроводности и в результате наша завихренность будет исчезать поглощаться вот вязкостью значит имеется такой характерный размер лямбда нулевое минимальный размер в этой турбулентности такой что у лямбда нулевое умножить на лямбда нулевое поделить на ню равно единице когда мы доходим до лямбда ноль дальше мы уже не имеем возможности говорить о взаимодействии вихрей потому что все эти вихри за один оборот останавливаются и исчезают из-за вязкости значит существует инерционный интервал можно в кавычках написать это значит что лямбда находится в диапазоне от лямбда нулевое до лямбда это размер вихря значит вот для всех таких вихрей размера лямбда поведение жидкости почти идеальное да можно пренебречь вязкостью а как только мы дошли до размера лямбда ноль то значит там имеется сток энергии то есть в конечном итоге с энергии происходит следующее мы закачиваем ее в систему с помощью миксера от розетки значит поскольку жидкость идеальная на больших размерах этой энергии деваться некуда кроме как перекачиваться в более мелкие вихарьки от более мелких вихарьков к еще более мелким к еще более мелким через весь этот инерционный интервал размеров лямбда мы доходим до размера лямбда ноль а в размере лямбда ноль эта энергия поглощается автоматически практически мгновенно то есть турбулентное состояние жидкости оно такое что энергия там поглощается почти мгновенно даже несмотря на то что вязкость очень мала да то есть гидродинамическая система заруливает в такое состояние в котором оно перестает быть идеальным движение перестает быть идеальным из-за того что там генерируется движение очень маленького масштаба вязкого масштаба лямбда ноль чему равно это лямбда ноль пока непонятно потому что мы не знаем что такое у лямбда ноль правильно то есть мы не знаем как скорость зависит от лямбда ноль поэтому мы это само лямбда ноль найти не можем какой самый маленький вихарек в этой кастрюльки вот но давайте но это можно найти как оказалось как показано было калмагоровым и убухом просто исходя из метода размерности да да все я прошу прощения все в обратную сторону вот так итак значит мы рассматриваем за вихренную систему с большим количеством вихрей вот в которой есть диссипация однако диссипация это мало на размерах на все системы целиком в размере иль вот и существует инерционный интервал достаточно большой в котором мы собственно эту систему и хотим описать на основе уравнений идеальной гидродинамики да то есть вот в инерционном интервале мы вот этим слагаемым полностью пренебрегаем но мы знаем что значит это слагаемое нам необходимо потому что в конечном итоге вся энергия сливается именно в него правильно то есть мы никак не можем игнорировать существование этого лямбда 0 она обязательно задача иначе у нас энергия в системе будет стремиться к бесконечности это будет не физично и так значит вот где калмагорова и убухова заключается в следующем что есть процесс перекачки энергии от вихря размера какого-то лямбда к вихрям размера примерно в два раза меньше значит существует перекачка от лямбда скажем в лямбда пополам второе а вот перекачки энергия от лямбда в лямбда там на 100 непосредственно нет то что означает почему нет если я возьму большой вихрь вот этот пусть это у меня большой вихрь до глянда полям до на 100 это будет маленький вот такой вот вихарю чик значит и он просто будет плать по течению вот в этом вот в поле этого вихря ничего происходить не будет понятно да и в обратную сторону тоже вот этому большому от того что там есть такой маленький кругленький не тепло не холодно он там течет плывет по течению и все поэтому между вихрями сильно отличающимися по размеру перекачки энергии нет это очень существенное тоже положение значит если у нас есть перекачка энергии энергии нигде не накапливается значит это стационарное состояние то в нем есть всегда поток энергии от миксера вот к этим минимальным размером вихрь вихрьков лямбда 0 пусть это этот поток энергии выражается величиной эпсилон да ну удельные значит скажем джоулей на килограмм сколько-то джоулей на килограмм миксер вкладывает в нашу кастрюлю и это означает что значит от самого большого вихря l мы должны через весь инерционный интервал маленькими шажками типа лямбда пополам добраться до размера лямбда 0 и при каждом лямбда поток энергии должен быть постоянным чтобы там он не накапливался то есть при каждом лямбда эпсилон от лямбда равняется константе так а теперь подумаем как мы можем вот эту эпсилон от лямбда выразить через параметры вихрей размеры лямбда значит у нас имеется значение скорости этого вихря скорости жидкости в этом вихре сам размер этого вихря мы плотность еще жидкости ru которые тоже тут необходимо так прошу прощения вот насчет джоулей на килограмм еще тут надо секунду написать джоулей на килограмм в секунду да потому что это мощность должна быть они итак значит попробуем составить из вот этих величин величину размерности эпсилон от лямбда значит если я возьму ро на у лямбда в квадрате это будет плотность по размерности к плотность как кинетическая энергия в единице объема да то есть это будет иметь размерность джоулей на кубометр значит если я поделю на ро то у меня получится как раз джоулей на килограмм значит у лямбда в квадрате это будет джоулей на килограмм ну чтобы получить джоулей на килограмм в секунду я должен какую-то секунду откуда-то взять да а это можно взять только из лямбда поделить на у лямбда правильно значит лямбда поделить на у лямбда имеет размерность секунд времени следовательно эпсилон лямбда должно равняться какой-то константе умножить на у лямбда в квадрате умножить на у лямбда и поделить на лямбда это скорость их вихре размеры лямбда да 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 это скорость но метр кубический но метр кубический ну рова квадрата тут же так значит смотрите получилось что величина эпсилон лямбда это какая-то константа умножить на у лямбда в кубе поделить на лямбда и мы сказали что в стационаре чтобы энергия не накапливалась ни в каком размере это должно быть константа не зависит от лямбда значит получилось следующее получилось что у лямбда в кубе поделить на лямбда равняется константе и что это за константа это та же самая константа которая при самых больших размерах да то есть это у в кубе поделить на л потому что самые большие размеры входят в этот самый инерционный интервал ну отсюда легко найти что у лямбда равняется у умножить на лямбда поделить на эль степени одна треть это собственно и назнать называется спектром колбогорова обухова для того чтобы его получить нам не понадобилось практически ничего за исключением некоторых определенных физических представлений о том как взаимодействуют вихри и методы размерности то есть нельзя просто утверждать что а вот из метода размерности получается значит без теоретических представлений о том как все это происходит например без пункта 2 что нет непосредственной перекачки из эль в лямбда 0 обязательно надо по цепочке переходить от одного лямбда к другому да без этого не получишь спектра калмогорова обухова но если он есть то мы уже можем и лямбда 0 найти до кода куда простираются вот эти пульсации значит пишем у лямбда 0 на эль степени 1 треть умножить на лямбда 0 нулевое равняется ню отсюда следует что лямбда 0 равняется ню поделить на у умножить на эль в степени 1 треть все это здесь степень 4 3 значит будет степени 3 четверти значит это размер минимального вихорька что ну не мне я тоже тут страдаю на все куски мела уже да ладно в общем я говорю вот со слуха пишите лямбда 0 равняется ню эль в степени 1 треть поделить на у и все это вместе в степени 3 четверти первое вот это вот отсюда вот оно написано у лямбда 0 лямбда 0 поделить на ню равно единице то есть это условие что число рейнольца для этого самого маленького вихорька равно единице такие вихорьки за за один оборот должно затухать ну видно что зависимость и от вязкости есть и от скорости как мешалки и от размера так оставшиеся пять минут значит про эксперимент значит этот спектр колмогорова обухова подтверждается экспериментом с очень хорошей точностью но значит он конечно в силу того что это очень простая модель она имеет также и ограничение например ограничение в частности по тем задачам в которых вот этот спектр колебаний спектр можно сказать энергии в разных степенях свободы где его можно использовать вот в частности были поставлены следующие эксперименты измерялись значит пульсации турбулентной скорости значит дельта у лямбда в степени n средняя по времени да измерялась вот засунули какие-то зонды в турбулентную жидкость измерялась значит вот в зависимости от этого n значит если мы сюда подставим вот этот вот у лямбда да то мы должны получить что это какая-то константа на епсилон в степени n на 3 и лямбда в степени n на 3 где епсилон это так сказать то сколько мы закачиваем с помощью мощности с помощью миксера а лямбда это вот характерная длина волны которую мы измеряем в этой пульсирующей жидкости и вот оказалось что до n там 1 2 все замечательно значит хорошая точность н больше либо равно 3 точность становится гораздо хуже значит это что означает значит вот когда я ставлю здесь очень большой показатель n это означает что в этом среднем увеличивается вес областей с большой скоростью да таких быстрых струек да то есть вот этот фактически измеритель быстрых струек вот это вот в среднем да как там оно все бутыхается а это вот быстрые струйки и чем больше n тем больше вес этих быстрых струек а быстрые струйки надо сказать важны потому что вот скажем если вы хотите измерить вот в одной конце комнаты человек закурил через сколько времени в другом конце комнаты значит запах появится да значит ну вот именно потому что там имеется быстрые струйки по по воздуху да то есть она не в среднем постепенно дефондирует а вот какими с помощью каких-то вот тонких но быстрых струек да ну и вот оказывается что быстрые струйки вот этому закону колмогорова обухова не подчиняются что они по другим законам значит это явление называется перемежаемостью то есть что в турбулентности имеется явление перемежаемости которое заключается в том что на фоне вот этих вот вихрей которые там как-то перекачивают среднем энергию появляются еще такие быстрые струйки иногда статистически сложно предсказуемые ну ученые так сказать работают над этим как описать эти быстрые струйки есть соответствующие модели но вот само явление называется перемежаемостью оно им имеет большое значение для теории переноса в турбулентных средах на этом все на сегодня спасибо 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 спасибо